Не нравится мне эта тишина. Сегодня у нас на обзоре игра под названием Baton Soldier. Игра 2005 года, после которой компания KELOTON обанкротилась и решила реорганизоваться. И решила делать все-таки раллийные игры. Например, World Rally Championship. Стоила ли игра своих денег, в этом обзоре вы узнаете. Погнали! В 1997 году история была переписана. И Первая мировая война была названа вечным побоищем. Основное противостояние происходило между Федерацией Западных Республик, ФЗР и ОАН. Объединенные Азиатские Нации. И сколько идет эта война, уже никто не помнит. Масло в огонь подливает некий синдикат, под который никто ничего не знает, но он есть. Мирное население работает только на обеспечении военных действий. Для их развлечения было придумано шоу, которое крутится по телевидению, а именно гладиаторские бои между лучшими военными разных коалиций. Это особо привилегированный класс, который имеет кучу бонусов и все мечтают туда попасть. Верхушку списки гладиаторов возглавляют братья Баренко, о которых вы узнаете немного далее. Гладиаторов приготовлены! 5, 4, 3, 2, 1! Пусть победит сильнее! На этот раз я начну не по стандарту с оружия, а с денежного оборота, так как здесь это основное. Деньги в этой игре зачисляются за три вещи. Первое, это за убийство, за убийство в голову или с помощью определенных предметов, например, бочек, вы получаете больше денег. Второе, это за убийство на арене ваших противников, которые вы выбираете в начале миссии на брифинге. И третье, это за выполнение миссий, о которых мы тоже поговорим немного позже. За деньги вы можете купить как оружие, вы можете нанять напарников для выполнения миссии, вы можете пополнять себе броню, патроны, можете лечить своего робота и, конечно же, делать сохранение. Да, в этой игре сохранение тоже стоит определенного количества денег. Например, в начале уровня будет стоить 400 долларов, а в конце игры вы можете покупать сохранение, например, за 1400 долларов. И на одной точке сохранения вы можете сохраниться только один раз. По поводу оружия, на самом деле его здесь как бы много и как бы его немного. Объясню почему. Таскать вы можете с собой только 4 вида оружия. Это оружие ближнего боя, автоматы, либо снайперские винтовки. На третьем слоте у вас дробовики, различные пистолеты, пистолеты, пулеметы. И четвертое, это тяжелое оружие, например, пулемет, огнемет или гранатомет. На протяжении всей игры я скажу так, автоматы мне абсолютно не понравились. Они просто кривые, бесполезные и вообще неиграбельные. Пистолеты, пулеметы хорошая вещь. Особенно к концу игры, когда вы открываете улучшенный, прямо самый последний пистолет, который стоит по какой-то причине дешевле всех остальных за 1000 столов по сравнению с последним пистолетом. Который стоил, по-моему, 3200 долларов. Скорее всего, этот баг, потому что в дополнение для этой игры этого оружия вообще нет. Снайперские винтовки, например, первая снайперка, которая вообще находится без прицела. Я не знаю, кто эту штуку придумал, но она на самом деле классная для начала игры. Пятиствольный дробовик, реально оружие, с которым вы пробегаете до конца игры. Пулемет, который очень быстро перегревается и жрет просто тону патронов. Бесполезный огнемет, гранатомет и все остальные виды оружия. В общем, на самом деле, играбельных здесь примерно около 6 видов оружия, все остальное бесполезно. Но это все также рассматривается как модификации для оружия. То есть, в принципе, основных оружий здесь примерно где-то в районе 10, а все остальное это, например, увеличенный боезапас у винтовки, или какие-то дополнительные галлюциногенные патроны, или огненные патроны, или еще что-нибудь. В общей сложности вы должны понимать, что здесь оружия не так много, но вариативность прохождения как бы тоже плюс. Стоимость патронов это тоже отдельная история, по причине того, что на протяжении игры вы не можете подбирать с противников ни оружия, ни патронов. И возвращаясь к вопросу о деньгах, если у вас, например, нет денег, вы не можете закупиться в магазинах, которые разбросаны на протяжении всей игры, и у вас нет патронов брони, вы не можете пройти эту миссию. Не умирайте, копите деньги. По поводу напарников. Вы можете себе в команду набрать двух напарников, которые вы также выбираете на брифинге. Это обычный штурмовик, снайпер, инженер и щитовик. В принципе, из них всех полезен только инженер, потому что вы должны понимать то, что на протяжении игры он вам может восстанавливать броню. Но он очень хилый, хп у него очень мало, брони у него тоже нету, поэтому в бою он использоваться точно не будет. Поэтому, как только у вас откроется инженер, обязательно всегда берите себе в команду, он вам сэкономит огромное количество денег. По поводу всех остальных классов, в принципе, вы можете брать щитовика. Он иногда полезен, но на самом деле бесполезен. Потому что он бежит не вперед вас, и вы должны понимать, что в игре также есть один очень прикольный бонус. Если ваш напарник умирает, с вас списывают тысячу долларов на его похороны в конце уровня. А как вы сами понимаете, так как денег здесь не особо много, то тратить деньги еще на его похороны, я думаю, вам не особо как бы в прикол. На нескольких уровнях вам дадут покататься также на роботе. Их всего два вида. Первое, это зачем-то сделанный грузовой робот, которым вы ничего не можете делать, кроме как передвигаться на нем. Второе, это боевой робот, у которого в одной руке у вас находится пулемет, в другой находится гранатомет, которым обычно вы будете пользоваться для того, чтобы уничтожать другую технику противника, тех же самых роботов или танки. Танки, это здесь местный аналог турелей, от которых невозможно практически увернуться, они бьют с плэшой, бьют очень больно. И если вы находитесь не в роботе, и даже находясь в роботе, вы будете очень нехило откисать и будете умирать. А по поводу восстановления и, скажем так, лечения вашего робота, это тоже отдельная тема, потому что вы можете его как бы починить инженером, но иногда он очень сильно любит тупить и не вас не чинить. Либо для этого вам нужно воспользоваться определенным магазином. А магазин за лечение и пополнение патронов, а в роботе, кстати, патроны тоже не бесконечные, они очень быстро кончаются, с вас будут списывать по 250-300 долларов каждую секунду за небольшое лечение. То есть в общей сложности, если у вас сломанный и без патронов робот, то с вас примерно спишут где-то в районе 5000 долларов. Стоит оно того или нет, ну, решать, скажем так, вам, но вы должны понимать, что если робот у вас уничтожен, то вы пройти уровень не сможете, потому что мимо танка вы пробежать, скорее всего, не сможете. Ну и, конечно, арены. Арены здесь расставлены в рандомных местах, но как бы если вы перепроходите уровень, то вы понимаете, где находится босс, но на протяжении уровня вы не понимаете, где и когда начнется арена. В этот момент все комнаты закрываются, все двери тоже закрываются, и вы убежать оттуда не можете. Поэтому приходится так или иначе брать и убивать вашего противника. Но если вы понимаете, что вы убить его вообще никаким образом не сможете, а так как в большинстве случаев в начале уровня вы их, скорее всего, убить не сможете, потому что вы, скорее всего, захотите выбрать один из четырех классификаторов данных гладиаторов. Первое это обычная звезда, двухзвездочный, трехзвездочный и как бы золотая звезда. Они есть даже, с золотой звездой, есть довольно простые, то есть там с оружием ближнего боя, там с щитом, но есть и те, у которых есть вообще практически непробиваемый щит, либо щит, который можно пробить только в спину, либо щит, который пробивается от количества патронов, которые вы в него засунете, либо тот щит, который снимается только в тот момент, когда противник начинает перезаряжаться. И даже это еще ничего, по сравнению с гребанными, извиняюсь за выражение, глюциногенными патронами. Кто это придумал, есть отдельное место в аду. Потому что, как только в вас попадают каким-либо патроном, огнеметом, либо еще чем-то, если вы используете глюциногенные патроны, противник как бы пофигу, ну потому что это искусственный интеллект, оно все понятно, но если в вас попадает, у вас начинает вот так вот мотать во все стороны экраны, начинает просто расфокусироваться взгляд, меня лично это очень сильно напрягало, я никогда не выбирал противника с глюциногенными патронами, но только если в том случае, если как бы и был выбор. Ну а если выбора не было, либо я от таких убегал, либо пытался как-то их быстро очень убивать, потому что меня после такой фигни просто штормило, тошнило, и я, ну, такое просто перетерпеть не мог, потому что мне приходилось после этого минут по 15 просто в кровать лежать. Но это лично у меня, как у вас будет, или было, я не знаю. Напишите об этом в комментариях. Поэтому обязательно смотрите то, кого вы выбираете, и смотрите его именно по своим силам. Сможете ли вы вообще его убить, или просто потеряете на этом броню хп, и тем более деньги. Лучше потому, что получить тысячу, чем не получить вообще ничего. По поводу врагов, тут все прям вот очень сильно дефолтно. Это солдаты, солдаты со щитами, бронированные солдаты, бронированные солдаты со щитами, снайперы, противники на арене, роботы и танки. Вот, в принципе, и все. Больше других каких-то противников вы не увидите. Ну, и еще у них меняется различное вооружение. На этом все. А по поводу танков и роботов их, в принципе, вообще совершенно немного. На одном из уровней вам дали подстрелять примерно в шести роботов, но от этого уровень лучше не стал, он стал только сложнее и тупее. А учитывая все это, в принципе, игра превращается просто в обычную нарезку капусты, из которой вы слой за слоем убиваете вашего противника, вам нужно снять щит, потом снять броню, снять шлем, а потом уже убить в голову. Интересно это или нет? Я думаю, в принципе, скорее всего, нет. С графического плана игра уже в тот самый момент, когда она вышла, устарела. К сожалению, разрабатывали ее довольно долго. По поводу музыки. Музыка здесь есть, но она такая не особо сильно запоминающаяся. Периодически она, конечно же, прикольная. Особенно, когда начинается арена, вот эта вот пятисекундная мелодия, но после шести арен она вам уже просто надоедает, а так как я эту игру перепроходил два раза, от этой музыки уже просто штормила. За движок тут отвечает Havok 2, ну и, конечно же, система Ragdoll, которой, конечно же, отдельное спасибо, потому что видеть на уровнях, как передвигаются трупы, и как двигаются сами по себе ящики, то еще удовольствие. Текстуры футуризма мыльные, вокруг одни бритоголовые, одинаковые бойцы в одинаковой броне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... По сюжету мы играем за Нолана Деймунда, который совершенно спокойно работает у себя на военном заводе, но в один прекрасный, ну скажем так, не очень прекрасный день к нему домой врываются братья Борецкие и убивают его жену. И в паровой месте он понимает то, что для того, чтобы подобраться к этим братьям, ему нужно стать самим гладиатором. Он выходит на своего знакомого, тот говорит, молодца, хороший как бы порыв, я знаю, что ты сможешь. И мы начинаем восхождение на Олимп Славы, убивая ваших противников, конечно же, на арене и выполняя различные миссии. Кто наш главный протеже, вы узнаете только примерно в середине игры, потому что наш главный герой страдает амнезией, у него есть татуировка в виде буквы С и, конечно же, вот татуированная нумерация на шее. Кто он такой, мы не знаем. Мы становимся бойцом ФЗР и идем воевать против ОАН. На протяжении игры вы узнаете довольно различные подробности жизни нашего героя и в конце игры вам дадут выбор, остаться в ФЗР или присоединиться к ОАН. От этого зависит, в принципе, концовка игры, которая отличается буквально несколькими кадрами. У игры есть довольно большое количество минусов, например, пропадающие патроны, если вы не отстреляли всю обойму и ее поменяли. Нельзя восстановить жизни до момента прохождения определенных моментов на уровне, кривая механика стрельбы из оружия, дисбалансные щиты у солдат противника, нельзя подобрать патроны и сменить оружие с трупа, куча бесполезного неиграбельного оружия, мыльные текстуры однотипных геймплея без возможности сохраниться в нужном вам месте, багами текстур, вылетами из игры от каких-то способностей, однотипность миссий, где вы должны взорвать робота, вы должны пойти взорвать ворота, где вы должны пойти взорвать какого-нибудь моба, где вы должны пойти взорвать какую-нибудь антенну, пойти взорвать что-нибудь еще. Но даже учитывая все это, в игру, в принципе, было интересно поиграть, особенно учитывая то, когда вам дают первую снайперскую винтовку, и вы начинаете стрелять по головам и начинаете получать какое-то удовольствие от игры. а после того, как вы получаете пятиствольный дробовик, вы начинаете получать удовольствие даже от арен, где с помощью этого самого дробовика вы начинаете разносить ваших противников пух и прах. Я бы, наверное, не советовал прохождению данной игру, но поиграть вы в нее все же можете, вот такой, как говорится, я противоречивый. Перепроходить игру вы, скорее всего, не будете, но если кому-то понравится, для нее есть еще несколько дополнений, в которые вы тоже, конечно, можете поиграть. Да, и, кстати, игру, вот эту самую, которая у меня находится сейчас в руках на четырех дисках, вы можете купить и в Стиме. Она русифицирована, издательство Бука, ну и, конечно же, после всего этого можете совершенно спокойно ее запустить на своем компьютере в формате 1920 на 1080 и без каких-либо шаманских танцев с бубном. Игра запускается вполне прилично, но различные видеоролики, которые у вас будут находиться внутри игры, будут открываться в маленьком окошке, ну, вы сами понимаете, они не растягиваются. Игре я оставлю вполне заслуженные 6,5 слоев брони из 10 щитов. На этом я с вами прощаюсь, с вами был Алексей и команда Union Production. Не забывайте ставить лукасы, подписываться на канал и, конечно же, оставлять ваши комментарии. Мы их все читаем. Всем удачи, пока, до новых встреч!